Заехали заправить машину, но подорожал бензин. А что такое? Нас прогоняют заправкой? Да, на этой колонке пульса нет. А на первой? Нам надо пульс, а без пульса никуда. Без пульса будет прямая. Так, а как? Так, а пульс у нас, сейчас посмотрю, 52 гривни. Это самый дорогой бензин идет. Самый дорогой. Заправляемся самым дорогим бензином. Да, да. Жили бедно, хватит. Короче, когда заливаем бензин похуже качеством, сразу загорается чек. Очень восприимчивая машина к топливу. Вот в этом ее минус. Если бы был еще 98-й, но у нас такого нигде не продает, то было бы для нее вообще идеально. Если там по книжке должен идти 98-й бензин. Но его нигде не найдешь. Самый лучший, это у нас 95-й пульс. Самый дорогой. Так, а дизельная 55 гривен. Обычный 95-й и 51 гривня. И газ 29 гривен. По-моему, неделю назад был он 30 гривен газ. Ну, на рубль, на гривню подешевел чуть-чуть. Так, вот такие дела. Посылку отправили знакомым по просьбе. Привезли с дачи, отправили у нас посылку. Посылка уехала. А теперь сейчас заедем на родник. Берем опять воды. Раз в неделю, получается, мы на тех выходных пешком ходили за водой по воду. А, думаю, что-то там сзади бутылки на воду лежат. А теперь... Теперь на машине. Ну, как раз с почты забравимся. И по воду. И все. И вот такие вот дела. Погода на букву Х. Ну, не думайте, что хорошая. Прохладненько, сыро, противно. Наверное, еще дольше, еще больше похолодает. Где-то, наверное, сейчас около нуля. А может, плюс один. С утра было прохладнее. Похреновее. Сейчас уже получше. Ну, ничего. А что мы хотим? Дело идет к зиме. Вот так и дальше будет. Новостей нет. Все тихо, спокойно. Слава Богу, чтобы так дальше и было. Умка гуляет. Соломон спит. Борис тоже где-то. На вылазке, на прогулке. Обычно Борис утром уходит. А приходит вечером. К ночи спать. Есть спать. Пульсом ты на 105 заправляетесь. На армию же отчисления идут. Поняла? Так что мы поддерживаем. Поддерживаем нашу армию. Особие ли штаны? А ты будешь без штанов ходить. На что ты без штаны? Зато 95 на самый дорогой бензин. Ладно, все, поехали осторожно по воду. Музыка. 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 Клибовьи. Вытапливаю жир. Гусиный жир и кролики. Вот, баночку уже натопила. Вот, одна баночка готова. Это вторая. Да, ты уже накушался. Всего накушался. Девочки, я сегодня злая. Да, Соломон. Сегодня я злая. А чему злая? Сейчас расскажу. Прочитав комментарии под видео, в котором было название «Забой кроликов и гусей». Я как-то пришла в оцепенение от того, что много таких негативных комментариев по поводу того, что я показала «Забой кроликов». Не показавши даже «Забой гусей». Да, я понимаю, что все у нас с тонкой такой жизненной организацией, у всех психика слабенькая. Да. Люди, которые живут в городе, этого не видят, они этого не знают. Им это, конечно, это, что я показала, что я шкурку с кролика сдираю, это страсть. Можно подумать, что я бессердечная, знаете, как бессердечная, да? Как в кино сейчас будет, сердечная, бессердечная. Вы думаете, мне не жалко? Мне тоже жалко. И мне жалко, и животных есть. Жалко так же точно, как и вам. Но это жизнь в селе, это жизнь в деревне. У меня на канале так и написано в описании. Я показываю жизнь в городе, показываю жизнь в селе, так как я живу и тут, и там. И даже большую часть своей жизни я прожила в селе, в деревне. Так вот, вот всякие вот эти забои, убои, это для села, это обыденно. Как всегда, люди на этом не зацикливаются в деревне. Животных выращивают не для того, чтобы там им и любоваться, красоваться, а для того, чтобы их потом в итоге съесть. Да. Если бы я хотела у меня машинка стиралась. Машинка, как всегда, будит. Если бы я хотела, знаете, держать для красоты, для души, я бы завела себе хомячка. А так, изначально кролики были заведены для того, чтобы их съесть. И не потому, что я такая вот, вот такая, безжалостная, да? Ну, вы же тоже, вот, кто пишет вот эти комментарии, как вам не жалко. Да, жалко. Но вы, когда идёте в супермаркет, покупаете мясо или на рынок, вы хотите на рынке купить для своих детей, для своих внуков, для своей семьи, хорошее мясо. Хорошее мясо в том плане, чтобы вы выбираете получше, которое вот фермерское. А вы задумываетесь над тем, кто это фермерское мясо кормил, кто его зарезал, вот эту курочку, петушка, кролика, и вам привёз на рынок. Вы уже покупаете готовое, не задумываясь о том, о второй стороне медали, что, о второй стороне медали, что, что же там на заднем плане. Отмотайте ленту назад, и кто этим занимался до того времени, когда у вас мясо появится на столе. Вам хочется приготовить для ребёночка кролика, там, печёночку кроличь, это вообще деликатес. Ну, это же кто-то вырастил. Там вы почему-то на рынке не задаёте такие вопросы. Вам не жалко, жалко, как можно показывать, убивать. Изначально видео было написано, что забой, забой. Да? Ты уже накушался, не попрошайничай. И многие могли бы прочитать название и просто не заходить, потому что, ну, вот это их расстроит. У меня на канале есть, по-моему, двугодичное видео, в котором я популярно, так, знаете, конкретно, крупным планом показываю именно вот этот забой кроликов. Оно идёт, как обучающее видео. И многие, вы знаете, есть молодые семьи, которые после жизни в городе возвращаются в село или переезжают в село жить в деревню. Они не знают, как подойти к этому кролику, с какой стороны. Даже есть взрослые люди, которые не знают, как делать этот забой. И вот, посмотрев это видео, можно научиться и прожить в селе. В селе без этого никак, потому что зарплаты какие? Никакие. И так как в городе, по сравнению с городом, зарплаты в селе на уровень меньше, чтобы как-то прожить, умочка, людям приходится всё-таки заниматься домашним хозяйством и делать тот самый же забой. Забой, убой не только кроликов, и индюшек, и всего на свете. Потому что без этого прожить нельзя. Вот так-то. И вот те комментарии, которые вот, ужас я показала, прям ужас. это ж как можно так. Женщина может всё. Ну, как говорила моя бабушка, если женщина ничего не умеет, она говорила, тебе куры загребут. Так и есть. Я выживу в любой ситуации. Но я хотела бы посмотреть на тех девочек, которые, вот знаете, которые строят из себя. Вот они устали утром, умылись росой, выпили розовый чай, пописали духами, покакали шоколадом. Вот эти вот такие девочки. Если бы их кинуть сразу в такие жёсткие условия сельские, то их бы точно там, как моя бабушка сказала, их куры там загребут.